Независимость – залог успеха, которого страна добивается в новую эпоху. В 2023 году республика празднует 32 года с момента обретения суверенитета, а будущей страны и ее дальнейшее развитие в руках молодежи. Ровесники независимости страны, молодые люди, рожденные в 1991 году, связали свою жизнь с периодом становления Казахстана. В преддверии государственного праздника Дня Независимости наш корреспондент познакомилась с представительницами этого поколения. Сегодня они трудятся на благо общества и уже создали свои семьи. Нургуль Бердебекова – ровесница независимого Казахстана. Закончила педагогический колледж имени Мусина по специальности начальное обучение. Продолжила учебу в Кокшетауском университете имени Абая Мирзахметова. Получила степень магистра педагогических наук. В начале карьеры работала в детском саду и учителем начальных классов школы. С 2017 года трудится преподавателем в УЗЕ. Воспитывает следующее поколение не только в лице своих студентов, замужем и имеет двоих детей. По словам ровесницы независимости, нужно гордиться своей страной и передать эти ценности молодёжи. Мог того, что в сам бренше жил, мне на шунирикше жил. 1991 год для меня особенный, ведь 32 года назад наша страна получила свою независимость. Я вношу свой вклад в процветание и развитие нашей Родины, чтобы молодёжь была образованной, творческой, чувствовала патриотизм. За 32 года в стране произошло множество изменений. Сегодняшний Казахстан – новый Казахстан. Культура, образование, туризм и спорт нашей страны развиваются. Желаю Казахстану дальнейшего процветания, а мы к этому приложим все усилия. На кафедре социально-педагогических дисциплин также трудится ещё одна ровесница независимости – Юлия Суровицкая. Магистр педагогических наук, сейчас докторант. Примечательно то, что она сама здесь училась на этой же специальности. И после получения степени вернулась преподавать в родные стены. Автор научных статей. В прошлом году она опубликовала учебное пособие, руководит студенческой педагогической практикой. Также является членом Совета по делам молодёжи Акимата области. Она подчёркивает, у молодёжи есть хорошие возможности для получения образования. Веду подготовку будущих учителей начальных классов по образовательной программе «Педагогика и методика начального обучения». Мы с педагогами делаем всё для того, чтобы наше будущее поколение, молодёжь Казахстана были образованными, воспитанными, являлись настоящими патриотами нашей страны, прикладываем всевозможные усилия для воспитания молодёжи. И в преддверии наступающего праздника, Великого Дня Независимости нашей республики, хотелось бы пожелать всем нашим соотечественникам крепкого здоровья, мирного неба над головой, процветания нашей стране. Ещё одна из представительниц этого поколения – Ирида Тлеубаева. Свою жизнь она слезала с творчеством, является частью династии. Начала занятия танцами в пять лет, училась на педагогах-хореографах в колледже культуры имени Аканы Сире. Сейчас трудится преподавателем хореографии в Кокшетаусском университете имени Абая Мирзахметова. Кроме того, уже три года Ирида Тлеубаева является руководителем собственной танцевальной студии ансамбля «Даймонд». Подопечные в возрасте от пяти до пятнадцати лет являются призёрами конкурсов. Я являюсь руководителем ансамблей «Сымбат», «Ару» и «Палитра». Мы занимаемся на профессиональной основе. То есть наши студенты, будучи, которые учатся на бухгалтеров, либо же на юристов, у них есть возможность получить дополнительное образование по хореографии, по вокалу, по дамбре, по ораторскому искусству и так далее. В этом университете я преподаю уже 12 лет, и мы достигли очень больших успехов в области культуры. То есть для наших детей есть возможность заниматься не только учёбой, но и развивать себя разносторонним. Всё благодаря нашему государству, потому что оно очень хорошо нас поддерживает и даёт возможность быть не только выступать, но и быть руководителями, и открывать свои студии, работать в таких больших университетах и показывать свои способности. Казахстанцы, рождённые в год обретения независимости, чувствуют особенную связь со своей страной. Каждый гражданин желает родине высоких достижений и вносит свой вклад в её развитие. Эльмира Оспанова, Алишер Шакубаев, Алмаз, Адвокасов, Кукщи, Акпарат.